Здравствуйте! В этом ролике я хотел бы рассказать о возможностях конфигурации зарплаты управления персоналом корп в плане подбора персонала. Возможности программы зарплаты управления персоналом корп шире чем возможности зарплаты управления персоналом проф. То есть в профи таких возможностей как подбор персонала, мотивация персонала, охрана труда они не автоматизированы. В конфигурации зарплаты управления персоналом корп такие возможности есть. Для начала работы их нужно включить. То есть это тоже опционально, то есть можно какие-то возможности использовать, какие-то не использовать. Для того чтобы включить возможность работы с кандидатами мы идем в настройку, раздел управления персоналом и включаем галку флаг использовать работу с вакансиями и кандидатами. Кроме этого программа дает возможность интегрировать работу с сайтами, с рекрутингами. То есть это Headhunter, Job.ru, Работа.ru. Также опционально можно включить возможность проводить электронное интервью, оценивать эффективность источников информации о кандидатах, использовать рабочие календари, чат-боты. В принципе тут уже можно выбирать, что нужно для работы в конкретной организации. После того, как мы включили возможность работы с вакансиями и кандидатами, у нас становится доступным раздел меню соответствующий подбор персонала. Для организации работы используется несколько справочников. Например, причины открытия вакансий. То есть можно для статистики учитывать, каким образом, почему возникла вакансия. То есть это либо увольнение работающего сотрудника, либо это какая-то новая должность, отпуск, уходу за ребенком. То есть это у нас справочник причины открытия вакансий. То есть можно при необходимости создавать свои элементы, чтобы в дальнейшем их использовать для аналитики. В разных организациях с кандидатами работают по-разному, в зависимости от должности, профиля организации. Поэтому для каждой вакансии можно создавать свои этапы работы с персоналом. Для этого служит соответствующий справочник. То есть здесь, для примера, есть следующие этапы работы с кандидатами. Начинается с первичного контакта, потом собеседование, может быть тестирование, собеседование с руководителем и рассмотрение руководителем. Вот эти этапы, они в принципе могут для каких-то вакансий использоваться, могут не использоваться. То есть это уже делается в настройках вакансий. И интересный справочник это профиль должности. То есть здесь можно описать те требования, те функции, которые будет выполнять сотрудник компании под какую должность мы ищем кандидатов. То есть в данном случае функции требования к характеристикам. То есть что он делает сотрудник. И какие требования к характеристикам нужны. Данные для публикации вакансий будут, соответственно, если настроен обмен с рекрутинговыми сайтами, публиковаться на сайте. То есть это можно либо делать в программе, потом будет выгружаться на сайт, либо на сайте, тогда вакансии будут подгружены в программу. Также здесь можно выбрать из того справочника, который мы раньше видели, этапы работы с кандидатами. То есть здесь у нас всего три этапа. То есть в принципе можно добавлять свои какие-то этапы. Также можно разработать анкету для кандидата. Чтобы задавать одинаковые вопросы для кандидата. Чтобы была потом возможность это все сравнить. Этот момент он в программе автоматизирован. Потом этот профиль должности мы можем использовать при заполнении вакансий. То есть тут уже справочники, которые чаще используются. То есть здесь у нас мы сделали соответствующие списки. И потом уже для должностей их используем. А более такие рабочие справочники. Это справочник кандидатов и справочник вакансий. То есть у нас получается, что есть справочник физические лица, есть справочник сотрудники и справочник кандидата. И пока HR специалист работает с кандидатом, он еще не попадает ни в список сотрудников, ни в список физических лиц, а тоже делается в дальнейшем при приеме на работу. То есть справочник кандидат. Здесь мы можем заполнить данные о кандидатах. Вот резюме. Выбрать ту вакансию, на которую претендует кандидат. При необходимости можно данные резюме подгружать либо с сайта, либо из файла. На закладке работа с кандидатом можно посмотреть, на какой стадии, на каком этапе работы сейчас находится кандидат. То есть когда у нас уже заполнен профиль должности, этапа работы с кандидатом, можно начинать уже работать с вакансиями. То есть в рабочем месте вакансии, тут уже можно посмотреть, кто, сколько кандидатов находится в работе по данной вакансии. Можно открыть пример вакансии инженера. Тут у нас два кандидата. вакансии 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 у нас есть либо для единичного набора, либо для массового набора. То есть это уже зависит от той должности, с которой идет работа. То есть если это, соответственно, инженер, который нужен там один для конкретного цеха, то это у нас единичный набор. Если это у нас идет работа, скажем, с рабочими, с продавцами, которые массово набираются, там уже могут быть распределены по-разному магазинам территориально, то есть тут уже идет массовый набор. после того, как мы заполнили данные самой вакансии, причем вот эти функции требований, требования к характеристикам, они могут быть заполнены из профиля должности, то есть справочника, который мы перед этим рассмотрели. то есть данные для публикации вакансии тоже заполняются. То есть можно, конечно, это все отредактировать, но в принципе если есть какое-то описание должности, то делать это не обязательно. Собственно говоря, смысл автоматизации сделал один раз и потом уже много раз можно использовать. вот когда идет работа с кандидатом можно его протестировать. То есть там анкета, которую мы смотрели в профиле должности и она заполняется и результат уже можно увидеть в данных кандидатов вакансии. То есть по этому кандидату уже анкета заполнена. теперь если мы откроем вакансию можно уже этих кандидатов по результатам заполнения анкеты сравнить. то есть в зависимости от ответов на вопрос то есть тут уже соответствующие баллы проставляются у Романова по результатам тестирования следующие результаты мотиваторы и мотиваторы и демотиваторы также заполняются при тестировании. Вот можно посмотреть более подробные сравнения кандидатов. То есть если много кандидатов как правило их все равно несколько специалист по подбору персонала может сравнить какие-то количественные показатели в зависимости от того что отвечает кандидат что в принципе снижает вероятность ошибки. То есть потому что если задавать вопросы можно какой-то вопрос не задать. Вот а здесь это все результаты анкетирования записываются сохраняются в программе поэтому есть возможность сравнить более точно параметры кандидатов. По результатам вот этого тестирования уже можно принимать решение подходит кандидат или не подходит вот и соответственно уже отражать эти решения в программе. Вот все спасибо за внимание пользуйтесь ! Субтитры создавал DimaTorzok